Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроза. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Бравл Старс. Сегодня мы будем, значит, как всегда, открывать сундучки. У меня сегодня будет открытие. Мы сегодня будем открывать 48 больших сундуков на моем втором аккаунте, на котором я покупал Бравл Пасс. А также у меня тут еще есть путь к славе, в котором есть целых почти 2 мега ящика. Я, конечно, еще не докопил, но все же. Будем уже начинать. Ну и погнали. Пожелайте удачи. Давайте шансики, шансовнички, как всегда, посмотрим. И я вам покажу своих бойцов. Вот мои шансы, они довольно-таки большие. Вот. И давайте бойцы. Бойцы, бойцы, бойцы. Вот. Мне не хватает всего Пайпер. Остальные мифики, легендарочки и хроматических мне не хватает только 2. Что ж, погнали уже открывать. Я надеюсь на лучшее. Мы поехали. Первый. Первый 57. Тут у нас удвоители. Так. Вот дальше пошел. 42. Ничего. Дальше. Погнали. А тут у нас 44. Тоже ничего. Дальше. Бац. 43. Не подсвечивается. Что-то так. 40, 40, 40. Ничего нам не падает пока что. Ну окей. Открываем дальше. Дальше. 55 баблишко. Тут тоже ничего. Вот. Еще 55 баблишко. Тут у нас удвоители выпали. Дальше. 90. Тут, конечно же, ничего не будет, потому что слишком много монет. Так. Вообще, что-то большие ящики, говорят, пофиксили. Мы как раз-таки это сегодня проверим. А вот. Поэтому смотрим. Смотрим, что нам тут на блюдечке выкатится. Как говорится, вау. Не ожидал. Вольт хроматический. Вау. Интересненько. Вот уже новый боец нам на блюдечке выкатился. Как я уже и сказал. Тут у нас 68. Я не увидел, сколько там было монет. Но, по-моему, 50 с чем-то. Либо же что-то было такое. Ну, короче, интересненько. Здесь у нас 45. Вот. Мы двигаемся дальше. Ого, сколько монет. Вот это интересненько. 136. Это реально интересно. Очень круто. Итак, тут 79. Опа. Что-то подглючило у меня только что. У нас уже остается почти что 30 сундучков. Это не так уж и много, но и не так уж и мало. Я вам скажу. И шансы кого-то еще выбить есть, конечно. Так. Вот. Такие вот делишки. У нас еще остается... Давайте мы будем каждые вот эти вот 5 сундучков. Мы будем смотреть на шансы. Меняются ли они или нет. Потому что... Опа. Вау. Пассивка. Звездная. Сила на колет. Супер колет дает ей щит прочностью 10% на 5 секунд. С каждым враг, попавший под удар, увеличивает прочность щита еще на 10%. Интересно. Очень даже интересненько. Я вам скажу. Пассивочки мне не падали давно. Но, особенно на колет, еще и выпало. Это очень-очень круто. И еще один гаджет. Медведь Нида получает 3,0% защиту от урона на следующие 35 секунд заряда на матч 3. Так, интересно. Давайте сейчас посмотрим. Вот, какие-то новые события, по-моему, появились, да? Давайте сейчас зайдемте в магаз и посмотрим на шансы. Возможно, они у меня как-то изменились. Возможно, не изменились. Так. Ну, по-моему, на эпического шанс повысился. Я не знаю. Давайте будем что-то глядеть. Смотреть. И идемте дальше открывать. В принципе, у нас еще остается 25 сундучков. Я уже томить не буду. Да, открываю все сразу. Мы уже будем приступать к пути к славе. Открытия в последнем времени у меня не такие большие получаются. Так как я открываю побыстричку. Нежели долго и нудно. Это, конечно, ни для кого не интересно смотреть такие ролики долгие. Опа! Пайпер, Пайпер, Пайпер нам выпало. Вау! Интересненько. И, кстати, два предмета. Ничего себе. 30 монет. Кстати. И нам выпало Пайпер. Очень интересненько. Скажу уже. Считайте, два бойца нам уже на блюдечке выкатились. Это очень даже хорошо. Это очень даже хорошо. Здесь у нас тоже ничего. Хотя 44 монеты. Отдвигаемся дальше. Дальше. Но самое сладенькое открытие. Это, конечно же, будет на моем основном аккаунте. Там мне не хватает всего лишь долег. И хроматических таких, как Калет и Лу не хватает. Если я на открытие выбью Лу, то... Ну, если такое вдруг случится, то я покупать Брау Пасс не буду, конечно же. Потому что это будет глупостью купить Брау Пасс. Если у тебя будет тот боец, который как раз-таки в том Брау Пассе. Это будет немножечко глупо. Так. И еще один сундучочек. Дальше у нас остается всего 14 сундучков. 47 монет. Тут у нас, конечно же, ничегошеньки нету. Двигаемся дальше. Опа. 54. Тут у нас тоже ничего. 12. Давайте 10 последних сундучков мы откроем. Немножечко медленнее. Потому что говорят, что если открывать медленно, тебе там выпадет боец. Но я, конечно, в эту чушь не верю. Ага. Гаджет. Гаджет. Импульсивный модулятор. Лечебная турель Пэм дает залп, восстанавливающий 1200 очков здоровья самой Пэм и всему союзникам в радиусе действия турели. Это, конечно, все интересно. Ну и будем сейчас уже открывать эти 10 ящичка. Вот так вот подпрыгнут они. 30 монет. И Макс! Офигеть, ребят. Способ действует. Да, я вам скажу. Я вам скажу. Интересно. Давайте еще подпрыгнуем. Сейчас таки прикинь такие. Сейчас 9 бойцов на блюдечке тебе. Бот-бот-бот-бот-бот-бот. И все. Ну, смотрите. 10 ящиков оставалось. Я немножко подождал. И на блюдечке мне выкатилась моя любимая Максимка. Макс это вообще прекрасный боец, мне кажется. Вот. И он вообще очень крутой. Мортис, мне кажется, самый мой нелюбимый мифический боец. Он как бы из-за него очень сложно играть, но говорят, что он какой-то имбовый что ли. Я в это все... Чего? Здравствуй. Здравствуй, пингвин. Мистер Пи, ребят. Способ-то рабочий. Способ-то действует. Прикинь, сейчас так еще 5 бойцов. Ну, это жесть. Это вообще жесть. Мистер Пи на блюдечке. Интересно. Интересно. Я сейчас просто в шоке. Потому что вчера открытие было почти что таким же. Но мне мифики на каждом ходу не падали. Слушайте. Мне так прям не везло жестко. 75 бабла. Так. Еще 2 сундучка у нас остается. Бац. Открываем. 53 баблишка. У нас, конечно же, ничего. Ну и последний. Давайте прям, чтобы 3 раза подпрыгнул. Вот прям 30 монет дал. И легендарочку на блюдечке. Выкатил мне 55. Но тут, конечно же, ничего. И легушку, тедулю с маком. Но зато, смотрите, сколько я уже бойцов повыбивал. Это еще там не только бойцы. А я вот могу монеты. Нет, сначала получи предыдущую награду. Окей, мигаящик. Ждем, пока падка прыгнет. Один разочек. 5 предметов, к сожалению, дорогие друзья. Но я уже не буду просить у суперсела бойцов. Так как и так понятно, что открытие удалось на славу. Так как мне выпал сегодня Вольт, Мистер Пи, Макс и еще и Пайпер на блюдечке. Давайте будем Вольта качать. Вот я его хочу прокачать. Ну и последний сегодня большой сумочечек. Давайте не буду я томить. Открою его быстричком. И на этом мы, пожалуй, роличек наш закончим. Идемте сразу же смотреть шансы. Потому что шансончики это такое дело интересное. Ё-моё, вы посмотрите, у меня на Лего просто 0%. Считайте, Лего мне на этом аккаунте не видать. Слушайте, это вообще кобздец какой-то. Вот. Эти награды, которые здесь 8, я их пока что открывать не буду. Я их при... Как бы... При... Храню. Храню их до нового открытия, которое уже будет в конце сезона этого. Ребят, 7 бойцов. Новые на ниту. Значит, нам выпал гаджет. Ну, я думаю, выбирать я не буду пока что. А, нам же еще можно прокачать многих бойцов. Давайте будем смотреть. Пайпер. Снайпер. А, Пэм. А, на Пэм мне выпала пассива. Ой, гаджет, гаджет, гаджет. Я думала, Пэм выпала. Я такой думаю, что ли про это пролистал ее или что. И, ребят, вот на мою любимую калетушку. Мой любимый боец, кстати, пока что. Выпало много разных шнят. Интересно. Так, прокачали мы его до четвертой силы. Давайте еще и Делика, старичочка нашего. Бородатого прокачаем. Наньку. А, Бэа тоже интересный боец. У меня тут очень они непрокаченные, конечно же. Прям вообще, да, как непрокаченные. Некоторые бойцы, а некоторые прям прокаченные и прокаченные. Такие вот как Барли, как Роза. А вот некоторые вообще непрокаченные. 8 бит. Давайте прокачаем. Его, кстати, ремодельнули недавно. Ну, такие поправки. Некие ввели. И, в принципе, еще 800 мы качаем. Все, ребят. Открытие удалось. Будем ждать следующего открытия, которое уже выйдет завтра на канале. Оно выйдет просто бомбически. И выйдет с утречка. С вами был я, Дмитрий Троуз. Мы сегодня играли в игру под названием Бравл Старс. Всем удачи всем. Пока-пока.